Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Более трех тысяч литров похищенного дизельного топлива найдено у механизатора одного из предприятий Рогачевского района. Сотрудники местного РОВД получили информацию о фактах хищения на производственном участке Лучин, сельхозпредприятии Заболоте-2010. В ходе оперативно-розыскных мероприятий милиционеры вышли на механизатора и похищенное топливо, которое мужчина хранил во дворе своего дома. Всего было найдено 22 канистры, 8 бочек и 7 металлических баков различной емкости с похищенным дизтопливом. Общая стоимость обнаруженного составила 3,5 тысячи белорусских рублей. Со слов подозреваемого, топливо он похищал закрепленного за ним трактора МТЗ-82 с мая прошлого года. Хищения осуществлялись путем экономии и искусственного создания излишков. В отношении механизатора возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания Рогачевского РОВД. Похищенное дизельное топливо изъято. В Лоевском районе сотрудники ГАИ остановили местного жителя, у которого при досмотре изъяли психотропное вещество. 24-летний мужчина привлек внимание милиционеров своим странным поведением. И после проверки документов было решено доставить водителя в районную больницу. В ходе личного досмотра в здании районной больницы у мужчины обнаружили и изъяли вещество темного цвета массой более 2 грамм, которая, согласно заключению экспертизы, является опасным психотропным веществом растительного происхождения, не используемого в медицинских целях. По данному факту, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь ведет со следствием. В настоящее время управлением Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении трех граждан, которые на протяжении года изготавливали в своих домах амфетамин. Обвиняемые также занимались распространением психотропов и употребляли их сами. Лица задержаны, лабораторное оборудование изъято вместе с изготовленным наркотиком. Соответственно, грозит также лишение свободы по части 4 статьи 38 на срок от 10 до 20 лет. Мозырские пограничники выявили двух нелегалов, спрятанных в автомобиле под тюками с одеждой. Как оказалось, граждане Молдовы без документов пытались пересечь границу, чтобы впоследствии попасть домой. Возвращались они из Санкт-Петербурга, где работали на строительных объектах. Водитель знал о своих нелегальных попутчиках, но хотел на них заработать. В итоге в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Нелегалы задержаны до установления личности. В отношении них начат административный процесс по статьям «Незаконное пересечение границы» и «Нарушение правил пребывания в Республике Беларусь». Таков обзор происшествий и криминальных новостей к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин